Я приблизительно ожидал этого результата, я понимаю, что проблема, ну я не хочу называть на самом деле сейчас проблемы, то есть я об этом долго говорил, я говорил о том, что есть жюри, которые заинтересованы конкретно в этом результате, они об этом говорили давно, и я пытался каким-то образом настоять, чтобы поменяли, мне сказали, что нет, мы не можем под тебя подстраиваться, то есть, ну так получилось. Я говорил, что я не хочу участвовать в конкурсе, если не поменяется в кое-какие члены жюри, но так случилось, меня все-таки уговорили, есть люди, которые конкретно, вот господин Кириак с самого начала ходил и всем говорил, что все выиграет Скарлат, еще до того, как он слышал песни, до того, как он слышал исполнение и так далее, он всем говорил, что выиграет Скарлат. Нет, я больше не хочу участвовать, я понимаю, что здесь сложилась такая ситуация, что, наверное, у меня никогда не будет возможности выиграть, потому что, потому что, может быть, я русскоязычный, может быть, потому что я не могу кому-то подлизываться, может быть, есть тому какие-то другие причины, я не знаю, но, скорее всего, то есть, я не умею договариваться с людьми и, может быть, это проблема. Но есть очень много негатива в интернете, это люди, которые, я не хочу их обзывать, но, по большей части, это люди скверные, очень плохие, то есть, они не могут говорить какие-то адекватные вещи, они только о ЩИ, этот будет представлять нашу страну и выкладывает мои фотографии, когда 9 мая был одет в военную форму, в военную форму СССР, форму, в которой был одет мой дед и их деды точно так же, если они не фашисты. Вот, поэтому они апеллируют тем, что я предатель, что я 9 мая поздравлял ветеранов и пел для них песни. Это, я считаю, что это люди фашисты, которых нужно, с которыми нужно как-то по-другому разговаривать, я не знаю. Я говорю, что я больше не хочу быть мясом, которое просто используют сегодня, я почувствовал это. Борис, продолжайся, ты промываешь за Република Молдова, Сова, а для чего? Ну, я думаю, что в нашей стране я сделал все, что я мог сделать, то есть у меня есть поклонники, которым нравится то, что я делаю, и я с удовольствием для них буду работать, с удовольствием, обязательно для них буду работать. Олег, что-то еще надо сказать. Может быть, Россия, может быть, не Россия, я не знаю, но в любом случае я буду работать, буду расширять диапазон своих выступлений. Борис, а вы его кемок? Нет, на самом деле, красные глаза мне все спрашивали, почему у меня на тоналке эти все, у меня раздражение просто, да, аллергия.